Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Репетиции экзамена. В Заречном отрабатывают методику проведения государственной итоговой аттестации. Нам как раз очень важно посмотреть, какие будут результаты, то есть какие баллы получат выпускники города Заречного, чтобы применить уже это вот и на всю выборку выпускников Пензенской области. Старт Олимпиады. За нашу сборную будут болеть даже в школах. У нас в вестибюле есть панель, которая вывешена, и на этой панели будет демонстрироваться в прямую те виды спорта, которые будут проходить. 73-69. Впереди Союз. В очередном матче Чемпионата России по баскетболу зареченская команда вырвала победу у Старого Соболя из Нижнего Тагила. Сегодняшняя игра, конечно, молодцы ребята. То есть они выставили то, что они должны стоять постоянно до конца. И то есть это принесло свои плоды просто-напросто в танцовке. И теперь об этих и других новостях подробнее. Уровень знаний учащихся девятых классов школ Пензенской области будут оценивать по интеллектуальному развитию зареченских девятиклассников. Закрытый город стал первой и пока единственной площадкой в регионе, где отрабатывалась методика сдачи государственной итоговой аттестации. Напомню, что с этого года для получения аттестат об основном образовании необходимо сдать два обязательных предмета – русский язык и математику. Репетиция ГИА с участием областных чиновников от образования прошла сегодня в 226-й школе. Елене Степкиной удалось попасть туда, где посторонним вход категорически воспрещен. В репетиции основного государственного экзамена девятиклассники Заречного участвовали первыми в Пензенской области. В классы заходили по паспортам, выполняли работы на специальных бланках. Все как на едином государственном экзамене. Отходим, проходим, быстро. Сюда, сюда идем. Видите, не так готовить. Цель пробного экзамена – отработать организационно-технологическую схему. В этом году все девятиклассники будут сдавать русский язык и математику в форме основного госэкзамена. А при желании продолжить обучение в профильном классе – еще и основной предмет. После репетиции в Заречном будут выработаны рекомендации в плане технологического обеспечения и определена минимальная сумма баллов, набрать которую необходимо для успешной сдачи экзамена. Мы должны сами определить минимальный порог освоения курса по математике. И поэтому нам как раз очень важно посмотреть, какие будут результаты, то есть какие баллы получат выпускники города Заречного, чтобы применить уже это вот и на всю выборку выпускников Пенденской области. К репетиционному экзамену в Зареченских школах готовились. Девятиклассники выполняли подобные тесты на уроках. Яна Шалдыбина, ученица школы номер 226, прорешала не один бланк заданий и уже точно знает, с какими задачами необходимо справиться, чтобы набрать нужное количество баллов. Есть две части. Первая – алгебра, геометрия, реальная математика. И вторая часть – алгебра и геометрия. Вторая часть сложнее, поэтому лучше решить первую часть, все, а к второй – как получится. Даже не стоит списывать. Лучше посидеть, подумать, ну мало ли какие-нибудь последствия выгнет или еще что-нибудь. За дисциплиной во время государственной итоговой аттестации, как и на ЕГЭ, следят педагоги. В этом году пунктом проведения экзаменов станет школа 226. Школа 226 у нас одна из самых современных в городе стала после капитального ремонта. Здесь достаточно аудитории для проведения и единого государственного экзамена, и для учащихся девятых классов. Поэтому мы решили остановиться на пункте этой школы. В этом году итоговые экзамены за курс основной школы начнутся в конце мая. Время для подготовки еще есть. Пересдать экзамен можно будет только в том случае, если неудовлетворительная оценка будет выставлена по одному предмету. А если со второго раза не получится преодолеть минимальный порог, ученика придется оставить в девятом классе на второй год. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». И более подробного о прошедшей сегодня в «Заречном» репетиции государственной итоговой аттестации школьников мы поговорим с Ларисой Колесниковой, главным специалистом школьного отдела Департамента образования «Заречного». Но это будет чуть позже, а пока к другим новостям. «Заречный» стал не только экспериментальной площадкой для отработки методики проведения государственной итоговой аттестации, но и площадкой для стажировки педагогов в рамках проекта «Школа Росатома». Обмен опытом с коллегами из атомных городов на базе «Заречного» – очередное подтверждение высокого уровня развития городской системы образования. Это подтвердили и гости «Заречного», побывавшие на мастер-классах победителей проекта. Светлана Бурлакова – завуч в гимназии номер 216 «Дидакт». В этом году она собирается попробовать свои силы на конкурсе в рамках проекта «Школа Росатома». Именно поэтому она поехала на стажировку в Железногорск, познакомиться с опытом победителей и понять, к чему готовится. На мастер-классе собрали руководителей школ. Нам был предложен такой метод, как работа над составлением конспекта в микрогруппе, как для начальной школы, так и для основной школы. И после того, как эта работа была завершена, нам были предложены уроки, проведенные по данному конспекту. Справиться с заданием Светлане Бурлаковой не заставило труда. Как оказалось, в «Заречном» подобные технологии известны и уже не первый год применяются на практике в «Дидакте». Построение урока в деятельностном подходе – это то, что и требует стандарт. То есть не простую передачу знаний от учителя к ребенку, а сотрудничество, событие и совместное проживание того материала, который необходим в данной ситуации. Ясно, что если это мишень, то центральная точка – это максимум удовлетворенности. А это уже 225-я школа. Здесь зареченские учителя рассказывают коллегам о внедрении современных технологий обучения в начальной школе. Получить мастер-класс от Людмилы Ведерниковой, учителя начальных классов и победителя конкурса, приехали учителя из городов Росатома. Три дня они знакомились с наработками зареченского педагога. Мы, конечно, очень довольны и той атмосферой, которая здесь и в школе, и в данном случае на стажировке, как нас приняли. Ну и тем, наверное, объемом работы, который мы здесь и выполнили, тем объемом знаний, которые мы получили. Принципы, которые использует данный педагог для нас новы, мы обсуждали с ней сегодня. Конечно, каждый возьмет какую-то изюминку, самое интересное, мы возьмем, отведем в свой город. Это и есть цель школы Росатома. Не места, призы и денежные гранты, а обмен опытом между педагогами и распространением новых идей и наработок. Ксения Тризна, Владимир Полищук, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». В «Заречном» отметили юбилей Пензенской области. 4 февраля исполнилось 75 лет со дня образования региона. На торжественном вечере, посвященном круглой дате, собрались те, кто своим трудом и достижениями прославляет Сурский край. Спортсмены, деятели культуры, строители, работники сферы услуг. За многолетний труд и активную жизненную позицию ветеранам и работникам городских предприятий вручили благодарственные письма губернатора Пензенской области. Главным богатством нашего края всегда были люди. Талантливые, трудолюбивые люди, беззаветно любящие свою малую родину. Очень большое количество наших земляков прославили Пензенскую землю в областях культуры, образования, спорта и труда. И очень отрадно, что среди этих людей большое количество зареченцев. Наш город внес огромный вклад в развитие и процветание Пензенской области. Я желаю вам быть активными продолжателями этих традиций. 2 марта зареченские чиновники сменят деловые костюмы на сценические и выступят перед горожанами в непривычном амплуа. На сцене Творца культуры «Современник» пройдет благотворительный спектакль «Бременские музыканты». Все собранные средства будут направлены конкретным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Продажа билетов на уникальные представления открывается в понедельник, 10 февраля. Где и как можно их приобрести, знает Ксения Тризна. Все, кто придет 2 марта сюда, в Большой зал Дворца культуры «Современник», услышат знакомые всем с детства песни в исполнении чиновников городской администрации и руководителей предприятий Заречного. Здесь состоится премьера благотворительного спектакля «Бременские музыканты». Такой нестандартный подход заинтересовал жителей Заречного. Посмотреть на первых лиц города в непривычном амплуа, а заодно и пожертвовать деньги на лечение зареченских ребятишек, желающих достаточно. Обязательно поднимать танцор, да. А как считаете, нужны ли такие спектакли у нас? Даже очень, даже очень. Играйте сюда, люди бывают в разных жизненных ситуациях, поэтому помогать надо. Стараюсь, конечно, прийти, интересно. Официальная продажа билетов начнется 10 февраля. Чтобы попасть на премьеру, уже начали подавать заявки. В зависимости от возможностей, мы старались сделать цены, разлет от 500 рублей до 5000. Могу сказать, что балкон – это 500, 600, 700, и внизу – 1000, и, соответственно, до 5000. Заявки можно оставить по телефону 61-1002, это вахта Дворца культуры, или главный администратор ДК «Современник» Наталья Дмитриевна Доспехова. Ее рабочий телефон 60-28-30. У участников импровизированной труппы осталось чуть меньше месяца, чтобы освоить нелегкое актерское ремесло и подготовиться к выступлению на сцене «Современника». Не упустите шанс сделать доброе дело, билетов может не хватить. Ксения Тризна, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Маршрут «Заречный-Степановка» необходимо возобновить. Начальник отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг администрации города Дмитрий Кулагин провел встречу с представителями частных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки. На ней обсуждалась возможность организации межмуниципального маршрута «Заречный-Степановка». Представителям частных перевозчиков предложили выбрать условия, при которых они бы согласились обслуживать маршрут. Речь в том числе шла о периодичности поездок и их стоимости. В настоящее время обсуждается возможность организации такого маршрута частными перевозчиками, то есть маршрутками. Нужно отметить то, что муниципального маршрута, такого и межмуниципального маршрута, такого никогда не было. И сейчас мы готовим обращение в Министерство транспорта и дорожного хозяйства на проведение соответствующих конкурсов. У пользователей сайта телеразу компании «Заречный» появились новые возможности. Теперь высказать свое отношение к тем или иным событиям городской жизни можно не только в комментариях. Намного быстрее это можно сделать при помощи эмоциональных индикаторов. Внизу под каждым новостным сообщением появились кнопки «Нравится», «Смешно», «Удивление», «Не нравится». Радостной или разочаровавшей новостью пользователи нашего сайта в один клик могут поделиться со своими друзьями в социальных сетях – ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Гугле. Мы видим свою задачу в том, чтобы сделать наш сайт максимально простым, комфортным и удобным для пользователей. И постоянно работаем над тем, чтобы придумать что-то новое и интересное. В «Заречном» появилось новое учреждение культуры – городской музейный выставочный центр. Теперь под этим названием объединены две бывших ранее самостоятельными организации. Собственно, сам МВЦ на проспекте мира и художественный музей-салон имени Лермонтова в одноименном парке культуры. Решение о такой реорганизации было принято администрацией «Заречного» еще в ноябре 2013 года. И вот теперь процесс объединения завершился. Как нам сообщили в музейно-выставочном центре, уставная деятельность учреждений полностью сохранена. Работать оба музея будут по единому графику. Отмечу, что городской музей и изба «Читальня» имени Лермонтова открылись «Заречном» в один день – 30 мая 1984 года. И оба учреждения в этом году отмечают 30-летний юбилей. Никакой ликвидации художественного музея-салона имени Лермонтова не происходит и не произошло. Речь идет только об объединении хозяйственного и административного аппарата и персонала, соответственно, для того, чтобы сократить какие-то расходы излишние на содержание этих двух учреждений. Не произошло никакое сокращение штатной численности. Все рабочие места сохранены. И я думаю, что это только пойдет на пользу нашему городу, потому что создана единая музейная система в городе. Чуть больше получаса осталось до главного спортивного события года. В 20 часов 14 минут в Сочи начнется церемония открытия 22-х зимних Олимпийских игр. Прямую трансляцию будут вести практически все центральные телеканалы. Напомню, что абонентам телеразиокомпании «Заречный» смогут увидеть и церемонию открытия, и все соревнования, комментарии, интервью со спортсменами. В общем, полный обзор зимних игр в Сочи, в том числе и на канале «Спорт», недавно вошедшем в базовый пакет телеканалов нашей кабельной сети. Сейчас город замер в предвкушении старта Олимпиады 2014. Как «Заречный» готовится поддержать нашу сборную, узнал Сергей Пруцкий. Две с половиной недели телевизор, установленный в холле 226-й школы, вместо расписания уроков и кадров из школьной жизни, будет показывать Олимпиаду. За новостями из Сочи педагоги и школьники будут следить на переменах и даже во время уроков. Очень хочется увидеть это в прямом эфире, то решили организовать на переменах или даже на уроках будет прямая трансляция всех видов спорта, которые будут транслироваться. У нас в вестибюле есть панель, которая вывешена, и на этой панели будет демонстрироваться в прямую те виды спорта, которые будут проходить. Разделить радость побед зареченцам старше 18-ти предлагают развлекательные заведения города. Еще до открытия Олимпийских игр во многих установили большие экраны и проекторы, чтобы даже с самой большой и шумной компанией можно было болеть за российскую сборную. Ведь почти у каждого зареченца есть любимый вид спорта и свой фаворит на Олимпиаде. Будем переживать за лыжников. Любим лыжный спорт. Сама занималась лыжами, раньше на соревнованиях ездила, поэтому за лыжников будем болеть. Все смотрю, но может биатлон особенно, но биатлон там не будет. Будет, да, ну вот, за биатлон я с ним болею. Фигурное катание, да, конечно, и Плющенко. Вообще за всех будем переживать, но в основном за Плющенко. Фигуристы, они у нас всегда занимали призовые места. В победы наших спортсменов верят и полицейские, поэтому решили заранее предупредить горожан, чтобы те были сдержаны в выражениях эмоций. Ведь по закону с 10 вечера и до 6 часов утра шуметь нельзя. В тех местах, где вы будете просматривать на трансляцию передачи Олимпийских игр, будешь что-то в квартире или находясь это в каких-либо заведениях, спортбарах, вы обязаны соблюдать тишину и покой. Кроме этого, водителей, которые управляют автотранспортом, средствами, мы также предупреждаем, что после окончания трансляции каких-либо матчей, вы, находясь на проезжей части, не должны издавать громкие звуки, то есть сигналить, каким-то образом, то есть показывать свою радость. Это требование полиции болельщикам будет выполнить непросто. Ведь, по мнению спортивных экспертов, у нашей сборной есть хорошие шансы завоевать медали. Сергей Пруцкий, Багжес Гриневичаев, телерадиокомпания «Заречный». В эти выходные в России пройдет еще одно масштабное спортивное событие. 9 февраля страна встанет на лыжи. 32-я всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» обещает стать самой многочисленной. По крайней мере, на Пензенский региональный этап заявились уже несколько тысяч спортсменов и любителей. Областные старты пройдут в «Заречном». Впервые в этом году участников и зрителей ожидает не только легкий снег и красоты зимнего леса. Рассказывает Алина Филиппова. Старт «Лыжня России-2014» «Заречном» дадут в воскресенье в 11 часов. Участники, прошедшие регистрацию, уже получили шапочки с символикой соревнований и порядковые номера. Третий день Олимпиады. Всех ждем на пересечении улицы Ахунской-Светлой на старт массовой всероссийской лыжной гонки «Лыжня России-2014». С собой берем лыжи, ботинки, палки, хорошее настроение. Всем бодрости и здоровья и удачного финиша. В воскресенье пройдут три забега. Самый массовый начнется в 12.10. Организаторы советуют приходить заранее. Обещают, скучать не придется. Собравшихся будут развлекать песнями и танцами. Можно будет и перекусить. В районе старта собираются развернуть несколько торговых точек. На спортивном празднике будет организовано в это воскресенье торговое обслуживание. Можно будет приобрести шашлык, чай и свежую выпечку. Всем приятного времяпрепровождения. На время проведения состязаний с 8 утра до 3 часов дня движение транспорта по прилегающим к лыжной трассе улицам будет перекрыто. Также изменится схема движения автобусов в следующих в 18 микрорайон. От магазина «Лесная поляна» они будут двигаться по проспекту 30-летия Победы до остановки ЗАГС. И далее по маршруту. Алина Филиппова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Еще о спорте. Баскетбольный клуб «Союз» проводит домашние матчи в рамках чемпионата России высшей лиги по баскетболу. Накануне в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной» зареченская команда встречалась со старым Соболем из Нижнего Тагила. Нашим спортсменам удалось вырвать победу у соперника практически на последних минутах матча. Все подробности в репортаже Елены Степкиной. Победитель в матче «Союза» и «Старого Соболя» из Нижнего Тагила определился только на последней минуте. Обе команды показали красивый баскетбол и с начала встречи заявили о желании выиграть. Мы настраивались. Я лично настраивался очень серьезно, потому что сейчас каждая победа очень важна. Поэтому у нас ни шагу назад, что называется. Да, мы разбирали каждого игрока. Голубева, Синельникова. Несколько тренировок работали именно против их дриблинга, у кого-то бросок хороший и так далее. В стартовой четверти вперед вышли гости и к концу обеспечили себе отрыв в 8 очков. Отыграть все и вырваться вперед игрокам «Союза» удалось за полторы минуты до конца второго периода. На большой перерыв баскетболисты ушли при счете 47-40 уже в пользу «Союза». В третьей четверти от этого преимущества осталось только одно очко. Гости вышли вперед в начале финальной десяти минутки, но обеспечить большой отрыв им не удалось. За 4 минуты до конца матча точным трехочковым броском Олег Корчев сравнял счет 69-69. И следующие три минуты на табло горели эти цифры. За 45 секунд до финальной сирены два очка нашей команде принес Александр Амелин. Зал ликовал. Провести результативную атаку гостям не удалось, а «Союз» смог увеличить свое преимущество. Точный бросок из-под кольца Станислава Сарафанкина стал последним в этом матче. 73-69 впереди «Союз». «Сегодняшняя игра, конечно, молодцы ребята. То есть они выстояли то, что они должны стоять постоянно до конца. То есть это принесло свои плоды просто-напросто в концовке. Да, где-то в первой половине они с хорошим процентом забили через руку, через это. Мы выстояли, догнали их все-таки и в концовке. То есть, ну, скажем, те два очка, которые забила Амелина, они получили самые важные». Самым результативным игроком матча, набрав 25 очков, стал баскетболист «Союза» Олег Корчев. Но в эту победу внес вклад каждый игрок баскетбольного клуба «Заречного». Елена Степкина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Только что завершилась повторная встреча «Союза» со Старым Соболем. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной» работает наш корреспондент Елена Степкина. Сейчас мы узнаем результаты матча. Елена, вам слово. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, телезрители. Во второй игре тоже выиграли наши баскетболисты. Но в отличие от первого матча «Союз» обеспечил себе преимущество уже в стартовой четверти. И потом отрыв только увеличивался. Половина сыгранного времени закончилась со счетом 40-14. И после перерыва отрыв «Союза» продолжал увеличиваться. Итог встречи 91-48. Победа «Союза». Зареченские пловцы установили сразу несколько рекордов на всероссийском турнире по плаванию в Орске. В соревнованиях приняли участие около 340 спортсменов. В Заречной представляли 16 воспитанников с «Дюшор Союз». Без наград никто не остался. Три золота на дистанциях 100 и 200 метров на спине и 100 метров комплексным плаванием завоевал Роман Ларин. Еще 15 золотых медалей выиграли другие участники городской сборной. В командном зачете наши юноши установили рекорды в эстафете 4 по 50 вольным стилем и комбинированным 4 по 100. Лучшим тренером были названы сразу 4 зареченских наставника. Сергей и Елена Мельникова, Татьяна Плахова и Татьяна Недоговорова. Подробнее о выступлении наших пловцов мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Сразу после короткой рекламы мы вернемся в студию для того, чтобы поговорить об эксперименте с государственной итоговой аттестацией с нашим гостем. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Очень часто в жизни случается, что в Юсте мечты сбываются. 8 февраля в магазине бытовой техники и электроники «Эксперт» стартуют альтернативные олимпийские игры. Игры, в которые сможет принять участие каждая, независимо от социального статуса, пола, возраста и, естественно, материального положения. Покажи свою силу и ловкость в необычных спортивных состязаниях и уйдешь из магазина не с пустыми руками. Для участия в нашей олимпиаде вам не придется проходить допинг-контроли, взвешивания и предварительную квалификацию. Просто приходите сюда в магазин «Эксперт» в 11.00 и выиграйте, например, эти батарейки. Скоро опять праздники. Конечно, я буду рада приятным мелочам, но вот бы он. Вот бы она подарила мне что-то стоящее. Весомые подарки по невесомой цене. Оформите кредит для всей семьи с платежом до 2000 рублей в месяц. Восточный экспресс-банк. 8 800 100, ровно 7 100. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Лариса Колесникова, главный специалист школьного отдела департамента образования города Заречного. Добрый вечер, Лариса Александровна. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а в чем особенность проведения государственной итоговой аттестации в этом году? Почему вот такой потребовалась репетиция? Во-первых, мы перешли в штатный режим, эксперимент снят. А если снят эксперимент, значит, традиционной формы уже в этом году не будет. То есть не будет сдачи экзаменов по билетам, форме реферата, собеседования и так далее. Вот та форма, которая у нас сегодня прошла, это мы сдавали математику, предмет, она у нас будет на всех экзаменах, которые дети выберут. Русский математика обязательно. И остальные предметы по выбору, если учащийся девятого класса пойдет в десятый профильный класс. На сайте всех школ вывешены профили, какие предметы нужно сдать в форме основного государственного экзамена, чтобы поступить в десятый класс именно по этому профилю. Практически вся вот эта процедура сдачи выпускных экзаменов в девятом классе, она напоминает ЕГЭ в одиннадцатом классе. Вот сегодня непосредственно мы познакомились с новыми бланками, потому что они значительно отличаются от тех, которые у нас были в прошлом и позапрошлом году, когда была форма эксперимента. Учащиеся также посмотрели всю процедуру от начала, когда нужно подойти к пункту проведения и заканчивая, когда уже сдаешь весь экзаменационный материал и выходишь из пункта. То есть сняли вот это эмоциональное напряжение у детей. Я думаю, что это достаточно хорошо. Ну и все остальные участники процесса вот этой процедуры, это организаторы в аудиториях, дежурные, уполномоченные, ну в общем все, кто задействованы, они тоже посмотрели, как это все происходит, где какие-то, может быть, там были минусы шероховатости, то есть в общем отработали. Ну и к тому же у нас вот в этом году впервые мы открыли пункт на базе 226-й школы. И ЕГЭ, и вот для девятых классов основного государственного экзамена будет проходить в этой школе. То есть пока никто из учеников школ Пензенской области этого не видел? Нет. Вот такой большой именно в пункте реабилитационный экзамен у нас. Но я думаю, нам доверили и Министерство образования Пензенской области, в общем и РУСОБРНОДЗОР. Достаточно высокий уровень образования в нашем городе. Мы находимся в зоне доверия. Вот на протяжении больше 10 лет мы занимаемся государственной договорной аттестацией 11 и 9 классов, чуть поменьше. У нас никогда не было нареканий. В общем, пока справляемся. Будем надеяться, что справимся и в этот раз, как обычно. Наша система образования все-таки в очередной раз подтвердила, что она лучшая. Лариса Александровна, а вот говорил чиновник из Минобразования, да, там представитель? Директор регионального центра обработки информации, Роман Викторович. А вот он говорил о том, что будет определяться какой-то минимальный балл на основании того, как прошла у нас государственная договорная аттестация. То есть равняться на нас? Да, мы, в общем, как немножко подопытные такие учащиеся у нас получились сегодня. Но, с одной стороны, это плюс в том плане, что посмотрит министерство Пенецкой области, потому что это отдали наутку по регионам, устанавливать шкалу баллов в переводе в отметку. И на основании сегодняшних результатов, наверное, будет уже смотреть, какой балл будет минимальный, какой максимальный. Я думаю, что для нас это выгодно. В общем, Пензенская область равняется на Заречной. Спасибо, Лариса Александровна, за участие в нашей программе. Всего вам самого доброго. Надеюсь, что мы еще не раз с вами встретимся. Спасибо. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на канале Заречной. Удачных вам выходных. И не забудьте, через 15 минут Олимпиада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин